Ом Ти Ви Юэй про Головне. Ну, все эти два с половиной года у американцев и у Запада была, на мой взгляд, одна и та же топорная, достаточно прямолинейная, но, судя по всему, работающая тактика. Для того, чтобы перейти от чего-то немыслимому к стандарту и норме, они проходили сначала через резкое отрицание, но, тем не менее, это делает данный вопрос предметом обсуждения. Вот первое звучит, а вы разрешите Украине нанести удары вглубь российской территории? Они говорят, никогда, и мы говорим, американцы сказали, что никогда не разрешат наносить удары по нашей территории. Удар по нашей территории становится предметом дискуссии и в этой студии, и в телеграм-каналах различных, и еще где-то. Потом они говорят, мы сейчас обсуждаем Зеленским, все говорят, о, сейчас идет обсуждение. Все это уже стало предметом, который для нас становится, кому-то кажется, что да нет, точно будет хорошо все, кто-то говорит, вот увидите, будет плохо, но это все стало нормой. Проходит какое-то время, и после этого объявляется, как это было с поставками самолетов, до самолетов, танков, до танков, значит, различных ракет, артиллерийских установок и прочих вещей. Каждый раз они проходили через одну и ту же логику, и я могу сразу сказать, что будет дальше, и зачем эти заявления нужны, что они не разрешают. Как только, значит, террористическое руководство Украины осуществит подобные действия, попытается их осуществить, американцы скажут, мы такого разрешения не давали, но это же Россия начала, что мы можем сделать. Так же, как каждый раз, когда в нашем отношении организовывались террористические акты, за это время они делали то же самое, они говорили, мы тут ни при чем, но что мы можем сделать? Скажем, не поставлять оружие, но вы же этого не делаете. Скажем, не подпитывать этот террористический режим, но вы же этого не делаете. Поэтому здесь никаких дискуссий вести насчет того, вот сделают они, не сделают, я думаю, никакого смысла нет. Более того, давайте положа руку на сердце, мы все честные люди, порядочные люди, кто здесь стоит. А почему им этого не делать? Вот что есть до сегодняшнего дня, что не должно было их привести к этой точке? Мы за этот период проявили столько христианского милосердия, сколько ни одна воюющая сторона не могла привести вообще никому. Мы за это время не создали ни одной западной стране таких проблем, которые они создавали нам, это очевидно. Мы там не запускали у них какие-то пятые колонны, которые пытали бы свергнуть власть, как они делали в нашем отношении, сепаратистских движений. Там различные страны, с которыми у них конфликтная ситуация, не получали нас вооружение для того, чтобы наносить удары по их базам. Ничего этого не было. Результат, если провести такую кривую эскалации, со дня начала СВО и по сегодняшний день, мне кажется, там нет ни одного отрезка, когда эскалация пошла вниз. Очевидно, что эта тактика не работает. Что тактика, мы люди, тем не менее, такие вот законопослушные, мы все-таки двигаемся в соответствии с международным правом, поэтому вы уж соблюдаете какие-то приличия. Вы вспомните, что мы тут начинали с того, что немцы каски собираются поставлять Украине. Мы закончили тем, что там уже летают Ф-16, и сейчас обсуждается вопрос, чтобы они били по нашим городам в Центральной России. Вот это путь, когда мы хотим таким умиротворением каким-то заниматься. Сергей Зурец, до нас долучается, військовый эксперт, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Еспресс». Поговорим о том, что происходит сейчас в Украине. Пане Сергею, приветствуем вас. Приветствую вас, приветствую вас. Знаете, что я бы предлагал начать? Мы не раз тут размірковали на тему, чи было помилкой, чи не было помилкой наступ на курскому напрямку. Но я так понимаю, что для командования все відповіди відомы, потому что за разными поведомлениями Украина, Украина, Збройные Сили, сделали еще несколько спроб захода на Курску область. Про это много пишут, и фактически идут это про такие контратаки. То есть мы увеличиваем свою присутность и пытаемся расширить за последние дни плацдарм в Курске области. Что там сейчас происходит? Когда мы говорим про нашу операцию в Курске области, то попередньо мы знаем, какие цели ставилися військовым и військовополітичным керринистам. Это, в частности, запомнить спробам противника сделать наступальные действия на Суме, создать там певный поезд безопасности, создать передумов для защищения живой силы техники. И, власне, главное, это сменить ту парадигму войны, которая формировалася подчас такого постійного просувания противника с использованием переважения в силах и технике на многих дилянках фронта. И дии в рамках Курской наступальной операции, они примусили наших партнеров по-иншому подивиться на то, как могут развиваться боевые дии на лінію фронта. За рахунок асиметричных подходов, за рахунок добре спланованной операции, за рахунок умов, когда, действенно, наша армія может проводить швидкие наступальные операции, до которых противник не готовый. Но впродолжение месяца враг, действенно, накопичив певные силы, почав проводить власные контратакующие дии. И сейчас мы перебываем на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, как на меня, уже другую фазу операции на Курщине, реагируя на российский наступ. Что произошло за пару дней перед тем, с боку россиян. Действительно, использовали еще наибольшие подготовленные подраздели, там, бригада морской пехоти, пару своих десантно-штурмовых полков, они подошли до, захопили снагость, тобто повернули під свой контроль населених пункт снагость, і на деяких ділянках почали просуватися насамперед. Я викримав один населений пункт, який йде на схід від снагості, це, власне, Любинівка, це якраз населений пункт, який стоїть кілометрів 5 за дороги від Кореневого до Суджи, і це такий логістичний шлях, який і ми використовуємо для отримки своїх підрозділів. Ворог хоче зараз, умовно кажучи, оцю трасу Кореневе Суджа пробитися, і там сконцентровані значні сили по цій ділянці, починаючи від Кореневого і на Південь. Так от, буквально пару днів тому, після того, як ворог почав наступальні дії, ми провели контрнаступальні дії, де зараз є ще найменше три ділянки, де збройні сили наступають на Глушковський район, трошки на захід від цієї ділянки Кореневого Снагось, і це населені пункти там Веселе, Медвеже, це якраз захід в тил того російського групування, яке здійснює наступ якраз по цій ділянці Кореневого Снагось і далі. Так що думаю, що зараз такий важливий момент, коли ворог намагається тими силами і засобами без додаткових резервів все-таки стримати наше просування і забезпечити способи ускладення нашої логістики, а ми навпаки, використовуючи свій потенціал, створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, що говорить про те, що ситуація тут буде досить динамічною, і в нас є сили засоби, які дозволяють і далі дивувати противника, а з іншого боку ставити його в край невигідних положень на цій ділянці. Не останавливається НАТОвський конвейер війни по підготовці українських боєвіков. На цих кадрах испанський полігон в місті Толєдо знаходиться всього в часі езди від Мадріда. Сотні українських головорізів готовять к боям з российською армією. Тільки в Іспанії обучили 4 тисячі українських солдат. А це вже Норвєгія, де на війну з Росією натаскиють українських танкистів на немецких леопардах 2А4. Увеличення численності российської армии вызвано угрозами, які существують для нашої країни по периметру границ.